Тема номер 8. Олимпийское движение Республики Казахстан. К моменту распада Советского Союза в 1991 году физкультурное движение Республики Казахстан стало важным общественным явлением и заложило мощный фундамент для дальнейшего своего развития в уже суверенном Казахстане. В 1992 году Республика Казахстан принята 192-м членом Международного Олимпийского комитета и с этого же года становится самостоятельным субъектом Олимпийского движения, участвует в соревнованиях под своим флагом и своим гимном. Впервые это произошло на Олимпиаде в городе Барселоны в 1992 году. Первым же Олимпийским чемпионом Суверенного Казахстана стали на зимних Олимпийских играх в городе Лили Хаммер в Норвегии, лыжник Владимир Смирнов на летних Олимпийских играх в Атлантике в 1996 году, борец Юрий Мирниченко, боксер Василий Жиров и пятиборец Александр Парыгин. Еще восемь Казахстан стали призером Олимпийских игр в 1996 году. Следует отметить, что Василий Жиров был достан весьма престижного кубка Вейла Баркера как боксер, показавший наилучшую технику доведения боя. Необходимо отметить, что после обретения республика и суверенитета стремительно начал развиваться профессиональный спорт, особенно в таких видах как бокс, восточный единоборство, велосипедный спорт. Ныне многие именитые титулованные казахстанские спортсмены с успехом выступают в известных профессиональных клубах ближнего и дальнего зарубежья. В 1990-е годы казахстанские спортсмены становятся постоянными участниками азиатских игр, на которых в общекомандном зачете всегда составляет достаточно жесткую конкуренцию таким признанным лидерам мирового спорта, как сборная Китая, Япония, Южная Корея. Массовая стала проведенная в стране первая спартакада народов в республике Казахстан. В 2001 году в программе, в которой были включены соревнования по 27 видам спорта, финалы спартакады прошли в 8 различных городах, что способствовало популяризации физкультуры спорта во всех регионах страны. Следующим шагом пропаганды спорта стали проведенные в городе Астане по инициативе президента страны Наруслтана Зарбаева четвертые международные спортивные игры страны СНГ в 2003 году, прошедшие под девизом «Содружество в мире и здоровье», на которой сборная команда Казахстана заняла первое общекомандное место, оставив позади сильные коллективы Российской Федерации и сборной Украины. Тема номер 9. Методика подготовки и организации культурно-спортивных мероприятий Основные вопросы подготовки и организации спортивных мероприятий в школе Спорт является органической частью физической культуры и представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей, которые создаются и используются обществом для игровой и физической деятельности людей, направленные на интенсивную и специализированную подготовку для последующего максимального проявления способности путем соревнований в заранее определенных двигательных действиях. Следовательно, в спорте есть деятельность, которая служит интересам общества, реализуя воспитательные, подготовительные и коммуникативные функции, но не являются постоянной специальной профессией человека. Это наиболее ярко выражается в детском спорте, поскольку спортивная деятельность учеников является внеучебной, непредусмотренной государственными планами и программами. Качество учебной дисциплины общеобразовательной школы ее осуществляют через внеклассную и внешкольную форму работы, то есть сугубо на добровольных началах. Социальное значение спорта. Физическое воспитание и спорт тесно взаимосвязаны с другими сторонами воспитания, умственными, нравственными, трудовыми, эстетическими, следовательно, оказывают большое влияние на развитие человека, им занимающегося в обществе. Это объясняется целым рядом причин. Во-первых, единственная цель всех видов воспитания, во-вторых, диалектика самого воспитательного процесса, в ходе которого затрагиваются не отдельные стороны человеческой личности, а вся личность в целом. В-третьих, наличие общей основы, на которой взвертывается воспитание, а именно деятельность. В спорте представлены практически все виды человеческой деятельности, познавательные, ценностные, ориентационные, общение и так далее. Поэтому в процессе физического воспитания можно активно формировать сознание и поведение людей в нужном направлении. В играх и спортивных соревнованиях заключены богатые возможности для формирования норм коллективного поведения. Владевая различными командными функциями, воспитуемые учатся не только организовывать свое поведение, но и активно влиять на действия своих товарищей. Воспринимают задачи коллектива как свои собственные, мобилизовать деятельность других в интересах команды. Под руководством тренера укрепляются как важные нравственные качества, так и ответственность перед коллективом, чувство долга, гордость за успехи команды, школы и так далее. Организации и проведение спортивных соревнований в школе. Спортивные соревнования – это состязание соперничества людей в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени висической подготовленности в развитии некоторых сторон сознания. Соревнования позволяют решать педагогические, спортивно-методические и общественные политические задачи. Время спортивных соревнований решаются те же педагогические задачи, что и на занятиях физической культуры и спортом в целом. То есть происходит совершенствование физической, технической, тактической, психической и теоретической подготовленности. Спортивные соревнования – это яркое эмоциональное зрелище. Удовольствие от спортивных зрелищ возникает вследствие соучастия в них зрителя, которого привлекает высокий уровень развития двигательных качеств, смелые и решительные действия участников и их высокие достижения. Тема номер 10. Основные формы метода пропаганды олимпийского образования. В практике работы по олимпийскому образованию детей и молодежи в настоящее время применяется довольно широкий круг, широк разнообразных форм методов работы. Центральное место среди них занимает работа по разъяснению и пропаганде идей олимпизма, олимпийского движения во время учебного процесса в школах, в вузах и других учебных заведениях. И в первую очередь в рамках тех учебных дисциплин, которые непосредственно связаны с областью физической культуры и спорта. В последнее время многие ученые и педагоги обращают внимание на необходимость существенного повышения доли такой информационной разъяснительной работы на уроках по физической культуре, занятиях по физическому воспитанию, в школах, вузах и других учебных заведениях. Все более широкое распространение получают и занятия специально организуемые для этих целей, олимпийские уроки, уроки олимпийских знаний, олимпийские часы и так далее. В настоящее время в многих странах подготовлены различные методические материалы, включая кино и видеофильмы для проведения работы по разъяснению и пропаганде идеи олимпизма. Работа по созданию таких программ и материалов, начито и в нашей стране. Например, Олимпийский день, который включает в себя изготовление олимпийской символики, фильмов и слайдов, а также проведение конкурсов, рисунков, фотографий, театральной постановки, спортивно-олимпийскую тематику, олимпийские дни КВ, оформление стендов, фотовитрин и даже олимпийских залов, проведение лекций, семинаров, диспутов, дискуссий, конференций, викторин по олимпийской тематике, обсуждение интересных книг и фильмов, посвященных спорту, олимпийским играм, организация соревнований среди отличников учебы за звание «Самый спортивный отличник», организация книг, отчеты для учащихся, успешность читающих учебу, спорт и общественную активность, создание олимпийских музеев, организация переписки со школьниками, студентами, спортсменами других стран, интересующейся проблемой олимпийской движения, организация шефской помощи ветеранов спорта, бывшим олимпийцам, и другое, встреча с известными спортсменами, участниками олимпийских игр и тренерами сборных команд. Тема номер 11. Методика организации проведения состязаний олимпийской направленности. Целью программы развития олимпийского образования является пропаганда олимпийских идеалов и ценностей, популяризация занятий физической культурой и спорт, содействие гармоничному духовному и физическому развитию личности детей. Задачи программы. Приобщение детей и учащихся молодежи в учреждениях образования, физической культуры, спорта и туризма в области к истокам олимпизма и традициям олимпийского движения через привлечение их к мероприятиям. Программа в рамках акции олимпизма и молодежь у других. Формирование детей и учащихся молодежи в области устойчивых интересов и потребностей в систематических занятиях физической культуры и спорта, стремление к физическому самосовершенствованию путем сравнения себя с олимпийскими чемпионами. Повышение значимости олимпийской культуры, формирование мировоззрения детей и учащихся молодежи, популяризация идеалов честной игры, расширение возможностей молодежи по участию в общественной жизни. Объединение воспитательных возможностей учреждения образования физической культуры, спорта и туризма, общественных объединений и иных заинтересованных с целью наибольшего охвата олимпийских образований детей и учащихся молодежи, увеличение распространения перспективных форм, методов работы. Направление реализации программы Организационно-методическая. Цель совершенства системы олимпийского образования в учреждениях образования, физической культуры, спорт и туризм в иных учреждениях, области для повышения его эффективности и максимального охвата детей и учащихся молодежи, пропаганды и идеи олимпизма. Информационно-професситическая. Обеспечить руководство и педагогический коллектив учреждений образования, физической культуры, спорта и туризма в области, детей и учащихся молодежи, родителей достаточно полные, оперативные и объективные информации об идеалах и ценностях олимпийского движения, истории олимпийских игр. Физикультурно-оздоровительные. Цель содействовать укреплению физического и психологического здоровья, формирование здорового образа жизни, приобщение детей и учащихся молодежи, родителей, педагогических коллективов, активные занятия физической культурой и спортом. Художественно-эстетическая. Цель приобщить обучающихся в мировой национальной духовной культуре олимпизма, способствовать развитию у них мотиваций к творчеству по олимпийской тематике. Краеведческая культурологическая цель – дать обучающимся возможность осознать ценности жизни и необходимость ответственного отношения к здоровью посредством изучения истории олимпийского движения и родного края, воспитать у них культуру и этику поведения, развить задатки и способности к различным видам деятельности и творчества. Таким образом, цель олимпийского образования приобщения детей к идеалам и ценностям олимпизма занимает все более важное место в системе образования, воспитания и обучения подрастающего поколения. В последние десятилетия олимпийские игры превратились в фактор всемирного значения, привлекающий внимание народов, правительств политических партий, молодежных и других организаций, а также общественных и политических деятелей. Тема номер 12. Игры по программе «Национальные виды спорта и состязаний». Вопросы развития физической культуры и спорта, формирования здорового за жизнь и приобретают в настоящее время особое значение. Так как общая политика нашего государства направлена на заботу о человеке, развитие его физического, интеллектуального, расового, духовного потенциала, создание благоприятных условий для активизации творческого развития. История развития любого этноса, большого или малочисленного народа предполагает знание, прежде всего, сущности традиции народного воспитания. В условиях борьбы за независимость и суровой кочевой жизни казахского народа сложилась самобытная система физического воспитания. В их основе лежали национальные виды спорта и подвижные игры. Национальные виды спорта, физические упражнения и народные игры формировались и совершенствовались на протяжении тысячелетий, передавались из поколения в поколение и пользовались как основное средство с выполнением потребностей движений, гармоничном физическом развитии организма, приобретению навыков и умений. В особенности большого популярности воспользовались конно-спортивные игры. Конь составлял подвижную базу кочевого хозяйства и являлся олицетворением красоты, чистоты и скорости. Разнообразные национальные виды спорта, физические упражнения игры, которые всесторонне развивают физические качества, а также морально-волевые качества, воспитывают нравственные и статические ценности человека. Философия национального вида спорта и подвижные игры становятся пропагандой молодежи, ведением здорового образа жизни, активным занятием физической культуры и спорта. Национальные виды спорта и народные игры являются неотъемлемой частью общей культуры, нашего народа. Национальные виды спорта воспитывают морально-волевые качества, стремление к победе, способствуют преодолевать трудности. Развивают скоростно-силовые качества, скоростная уносливость, укрепляют средствующую систему, развивают костно-мышечный аппарат, гармонично развивают все группы мышц, особенно в подростковом возрасте, когда идет переломный период в развитии двигательных функций ребенка. Итак, национальные игры в комплексе с другими элементами урока физической культуры представляют собой основу формирования гармонической развитой личности, сочетающей духовное богатство и физическое совершенство, что в дальнейшем способствует достижению высоких показателей на уроках физической культуры. Тема номер 13. Участие суверенного Казахстана в Олимпийских играх. Казахстан принимал участие в пятилетних и пятизимних Олимпийских играх. До 1908 года казахстанские спортсмены выступали в составе сборной Советского Союза. На летних Олимпийских играх 1992 года казахстанские спортсмены выходили в состав Объединенной Команды Союз Независимого Государства. Под флагом Казахстана было выиграно 58 медалей. 52 олимпийские медали в летних видах спорта и 6 олимпийских медалей зимних видов спорта наиболее успешно для казан спортсменов сложились игры 2012 года лондоне великобритании где они сумели завоевать всем зовут их наград казахстан подавал заявку на проведение зимних олимпийских игр 22 года в алматы она победа была отдана китайскому пекину 1192 году республика астан принято 192 членами международного олимпийского комитета и с этого же года становится самостоятельным субъектом олимпийского движения участвовал соревнованиях под своим флагом и своим динам первое это произошло на олимпиаде на барселоне 1902 году 1 же олимпийским чемпионами суверенного казахстана стали на зимних и не писали рах лили хаммери ты житель 4 год лыжник владимир смирнов на летних близких играх в атланте 1906 год борис юрий мельниченко боксера василий жиров пятиболец александр пурыги и еще восемь краснов стали призерами олимпийских играх 1906 года необходимо отметить что после обретения республика суверенитета стремительно начал развиваться профессиональный спорт особенно в таких видах как бокс восточный линоборств велосипедный спорт ныне многие именитые титулованные казахстанские спортсмены успехом выступает известных профессиональных клубах ближнего и дальнего зарубежья 1990 годы казахстанские спортсмены становятся постоянным участниками азиатских игр на которых в командном зачете всегда составляет достаточно жесткую конкуренцию таким признанным лидером мирового спорта как сборная китая и японии южной кореи тема номер четырнадцать национальный олимпийский комитет казахстана и спортивной федерации на мемпийском те республики казахстан это организация представляющий казахстан международного олимпийского движения снова в 1990 году зарегистрирован международным писком тете в 1993 году штаб-квартир расположен городе алмата является членом международном писал комитета олимпийского совета азии других международных спортивных организаций осуществляя деятельность по развитию спорта приспорить казахстан свои деятельности руководствуется олимпийской хартии международный комитет и конституции за законами республики казахстан и устава национальный пискал комитет республика 100 структура руководящими органами является сессия национальный комитета исполком национальный пискал комитет и президент национальный пискал комитет высшим руководящим органом является сессия который проводится один раз в год период между сессиями деятельностью руководит исполнительный комитет состав исполкома ходит президент генеральный секретарь первый вице-президент вице-президенты и члены международного писком тета граждан республики казахстан члены исполкома 26 сентября 2015 года в отеле интерконтиненталь города алматы состоялся 17 съезд национальный пискал комитет республики австана на съезде был избранного приезда национального писком тета также исполнительный комитет не должностные лица организации исполнительный комитет выдвинул кондитутуру тимура скары чеку либо я пост президента решением съезда он единоклассно был избран президентом национального пискал комитета и по сей день является им. В работе съезда приняли участие министр культуры и спорта Арсенбек Мухаммед Диолы, общественные спортивные деятели, члены Национального комитета. В завершении съезда избранный президент Тимур Кулебаев поблагодарил за оказанное доверие и отметил важность предстоящих задач Национального комитета, главный из которых является подготовленным предстоящим на тот момент, в 2016 году, Олимпийским игром в Рио-де-Жанейро. Тимур Кулебаев является председателем Конфедерации спортивных единоборств, силовых видов спорта, президентом Казахстанской федерации бокса, вице-президентом АИБА, Международной ассоциации бокса. Тема номер 15. Олимпийский чемпион Республики Казахстан. Бахтяр Артаев, олимпийский чемпион в Афинах, 2004 год по боксу, весовой категории до 69 кг. Тогда же получил еще кубок Белла Баркера, лучший боксер Олимпиады. Указан президента Казахстана за высокие спортивные достижения на 28-летних Олимпийских играх в городе Афины, Греции и вклад в развитие физической культуры и спорта. Бахтяр Артаев был награжден в ордену Бары с первой степени. Александр Винокуров, казахстанский профессиональный милогонщик, победитель в Уэльте Испании 2006 года, и олимпийский чемпион 2012 года групповой гонки, услуженный майс спорта Республики Казахстан. Василий Жиров, казахстанский боксер-профессионал, олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэлла Баркера, Олимпиады 1996 года, в профессиональном боксе чемпион мира по версии IBF, интернациональный чемпион по версии WBC, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, кавалер Ордена Параса. Ермахан Ибраимов, казахстанский боксер-любитель, олимпийский чемпион 1000 года, призер Олимпийской гиры 1906 года, чемпионатов мира 1907-1999 годов, мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу, заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу. Юрий Милиниченко, казахстанский борец греко-римского стиля, тренер двукратный чемпион Азии, двукратный чемпион мира, чемпион Олимпийский гиры 1906 годов, главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе, период 2000-2004 годов, заслуженный мастер спорта Казахстана, заслуженный тренер Республики Казахстан. Александр Порыгин, заслуженный мастер спорта Казахстана по современному пятиборью, олимпийский чемпион по современному пятиборью в Атланте 1906 годов, наградный чемпион спорить казахстан серебряный призер чемпионат азии пекине тысячи семьдесят третий год победитель седьмых азиатских игр япония 1040 год серебряный призер кубка мира 1000 за четвертом году ольга рыпакова карасанская легкоатлетка специализируешься в прыжках длину тройном прыжке и семиборье олимпийская чемпионка тут игорь три снастого года в лондоне чемпионка мира 60 года прыжках длину тратный чемпионка азиатские ирут рынок прыжки и семиборье чемпионку нельзя hardship года в тройном прыжке заслуженный мастер спорта серик запиев казахстанский боксер чемпион мира тысячи пятого тысячи седьмого годов олимпийский чемпион тысячи двенадцатого года заслуженный мастер спорта роспублика астан обладе кубкова и лба баркера 17 года двукратно чемпион мира двукратно чемпион азии победитель азиатских игр данное время самый титулованный боксер казахстана баха царсибаев казахский боксер чемпион олимпийских игр 2008 года пекине полусредневой полусредней весовой категории двукрадный медалист азиатских игр услуга мой спорт республика станка вле ордена бары с первой степени миксация тарханов казахстанский боксер 4 летних олимпийских игру тысячного года по боксу полулегком весе погиб в автокатастрофе 31 декабря 2000 года владимир смирнов советский казахстанский лыжник написать чемпион тысячи шортового года не четырехкратный чемпион мира четырехкратный серебряный дух двукратный бронзовый призер олимпийских игр многократно чемпион советского союза бывший член на на песка комитета выступал составе сборной ссср и снг а также под слагом казахстана ольга шигина казахстанская легкоатлетка олимпийская чемпионка сиднея и чемпионка мира закрытых помещений в беге на 100 метров барьерами заслуженный мастер спорта республики казахстан